Священник Николай Балашов и романах Нафанаил Судников. Книга для Слова Божия не туз. 2 Тимофею 2.9. Православный христианин в тюрьме и на свободе. Издание 2. Дополнено Барнаул. 2010 год. Вот. Страница 350. Заголовок. Обретение Потеряевки. Но почему мы решили, что только та форма жизни, какой мы живем, имеет право на существование? Мы едем в Потеряевку. Мы, это я и две мои бывшие ученицы. Теперь учительницы. Никто не знает, как надо ехать в Потеряевку. Кассирша на вокзале вглядывается в экран компьютера и с трудом находит разъезд подстепный. Поезд. Один раз в сутки. Остановка. Одна минута. Потеряевка в пяти километрах от разъезда. Вот и все, что мы знаем. И еще мы знаем, что в Потеряевке есть религиозная община и летний православный лагерь Стаун. В день Петра и Павла состоится таинство крещения на Потеряевском озере. Троекратное погружение в воду. У каждой из нас есть свои внутренние причины найти Потеряевку. Итак, одиннадцать часов пути на поезде и мы на разъезде подстепный. Выскакиваем, как ошалелые. Кругом не души. Рельсы и шпалы. Дорог других нет. Шумно и людно было. Теперь не души. Все порушено. Над гигантскими обломками элеватора тучи ворон. Вот все, что осталось от былого хлебного могущества. Зрительная метафора. Броска русского человека в капитализм. Идем по шпалам. Сворачиваем налево. Несчадно палит полуденное солнце. Огромные просторы пустых непаханных полей. Бурьян гуляет. Красота далии неоглядных щемит сердце. На четвертый час пути появляются первые дома. Крепко и красиво сколоченные. Большие огороды. Тихо. Безлюдно. Заходим в огород за даме. Пересиживаем жару на бревнышках. Появляется трехлетняя огнюша. Красоту которой отделить от пространства нет никаких сил. Она часть потеряевского пейзажа. Она вписана в это синее присинее небо. Эти леса. Эти озера. За огнюшей тянутся еще четверо ребятишек. Держатся настороженно. Печеньем не угощаются. Видать тут либо секта, либо староверы мелькают в голове. Дети ведут нас к дому. Выходит очень молодая, ясная и открытая женщина. Учительница. Выпускница Алтайского университета. Специалист по компьютерам. Елена Анатольевна Барабаш. Жена старосты деревенской общины. Игорь Барабаш ушел с четвертого курса политехнического университета. Электронщик. В прошлом рок-музыкант. Елена и Игорь были прекрасной бальной парой в университете. Танцами занимались профессионально. Неподалеку от дома начальная школа. Три парты, доска, над доской иконы. Посредине огромная печь. Елена Анатольевна приносит ведро колодезной воды. И мы пьем холодную прозрачную воду, предчувствуя всем своим существом, что грядет встреча с большой буквы другой жизнью. Но мы еще не ведаем, что эта с большой буквы другая жизнь войдет в нас и порушит в пространстве нашего личного бытия многое из того, что казалось незыблемым. Отчаянно болит голова. Идем измерять давление в соседний дом. Хозяйка дома берет металлическую папочку и начинает искать точки боли на ладони и пальцах. Через 10 минут боль как рукой сняло в глазах свет, будто и не было изнурительной дороги. Поразили речь и мышление хозяйки дома. Рафинированный научный ум. Вера Федоровна Золотова, кандидат медицинских наук из Новосибирского академгородка. Разработчик диагностики клещевого энцефалита. Путь в Потеряевку был долгим и мучительным. Поиски веры в Бога, потом автокатастрофа, в результате которой муж Веры Федоровны оказался прикован к постели. В Потеряевке он встал на ноги. Речь пока не вернулась. Но Вера Федоровна знает, что спасла жизнь мужа именно здесь. Сын в академгородке уверен, что мать и отец члены религиозной общины все равно чужие люди в Потеряевке. Дом Золотовых сделан из целого бруса. Теплый, с русской печью посередине. Я уже приглядела себе место на печи. Интересно, когда это я решила приехать сюда зимой? Знаю, определенно решение уже принято. Уходить из дома не хочется. Мы не уходим. Вера Федоровна, тем не менее, говорит. Живите, пожалуйста, сколько хотите. Но как Игнатий? Все будет, как решит он. Ему 60 лет. Легок и скор. В толстовской рубахе, подпоясанной усеньким пояском. Рыжие волосы и борода. Красив еще и сейчас. Известен на Алтае как проповедник с большим стажем борьбы против коммунистического режима. Сидел в пяти тюрмах. Последний раз был арестован 9 января 1986 года. 26 лет испытывал на себе гнет советской психиатрии. Знает, что это за состояние, когда каждый сустав ищет новое место. Умолял врачей об одном. Не вторгаться в мозг. Сохранить разум. Имеет десятки томов личной переписки. Проделал гигантский труд по начитыванию 12 томов жития святых. Создал уникальную фонотеку мировой поэзии о религии. Записал на магнитофонную пленку архибелаг Гулаг Солженицына. В годы, когда это имя произносить было нельзя, записал на пленку интервью с раскулаченными и репрессированными. Кассеты имели 2500 часов звучания. Многолетний труд был уничтожен КГБ. Эксперты определили ущерб в 11 миллиардов рублей старыми. Игнатий предъявил иск. Но он готов был забрать его немедленно, если бы получил заверенное коммунистическими печатями всего-навсего одно предложение. «Мы, коммунистическая партия Советского Союза, на протяжении 70 лет уничтожали свой народ». И так далее. Этого предложения никто не написал. И проповедник Игнатий выиграл здание в Барнауле для крестово-здвиженской общины. У него была сложная жизнь. Но отлично помнит год и день, которые стали поворотными в его судьбе. В детстве хотел быть террористом. Уже видел себя в этом образе. Хотел отомстить за поруганную землю. Перепробовал все работы. Реставратор книг. Первоклассный печник. Орнитолог. Кинолог. Наконец очутился в Рижском мореходном училище. Выучил латышский язык. Очень нравились латыши и эстонцы. Мне шел 21-й год. Пошел посмотреть французский фильм «Отверженные». Там есть эпизод, когда Жан Вальжан говорит. «Разве не было иной цели, как спасти не жизнь, а душу?» Это меня перевернуло. А еще умирает герой. Рядом с ним близкие. Ему говорят «Как много ты страдал!» Камера уходит к распятию. Во весь экран. Это в то-то время увидеть распятие. Веки Габена. А играл Вальжана Великий Габен. Поднимаются и он произносит. «Нет, вот он Великий Страдалец». «Вот здесь для меня оборвалась грань. Я перечитал раз семь отверженных. Сделал выписки по своей привычке. Написал Габену письмо и сказал, что он мой духовный отец. Письмо не дошло. Я сделал запрос. Молчание. Но я уже знал, что Христос умер за меня. Знал, что я сам себе не принадлежу». «Мосты мои сожжены. К старой жизни возврата нет». Игнатий. Путь к Богу оказался мучительным. Однажды я зашел к рижским баптистам. Услышал их молитвы. «Знаете, что меня поразило?» Слова порознь я уже знал. Но я не мог их соединить. Потом пошел в русский молельный дом. Картина та же. Я понял, что дело не в русском и латышском языках. Последним я уже хорошо владел. Я не сразу понял, что язык, на котором с нами разговаривает Бог, другой. Я встал на колени и слезно просил. «Дай мне веру, научи». Господь вразумил. «Но я еще долго помнил пограничное состояние. Знаете силу инерции? Уже нет груза на плечах, а ты все равно сгибаешься. Снятый груз продолжает свое действие. Так было и со мной. Но я уже знал свой путь». Он за все благодарит Господа. И даже за своих мучителей. Потому что через них он прошел испытания, угодные Богу. Он не держит зла на своих гонителей. Многие из тех, кто травил его, сегодня ему помогают. Благодарит Бога за то, что сердце не ожесточилось. С Христом и в тюрьме свобода. Без Христа и на свободе тюрьма. Главный враг внутри нас. Игнатий не догматик. Верует, что человек способен меняться. Однажды он рассказал мне историю. Звучит притчу. Пас коров Игнатий. Приметил, что на трассу часто выходят люди. Ищут воды. Хотят пить. Игнатий вырыл колодец. Повесил красное ведро. На утро ведро исчезло. Он повесил синее ведро. На утро оно тоже исчезло. Когда он нашел белое ведро, его постигла та же участь. Каждое утро Игнатий вычерпывал 120 ветер воды, чтобы в колодце была вода прозрачной. Поставил стеклянную посуду. Ее разбили в дребезги. Наконец кто-то навалил кучу. Игнатий оставил свою затею напоить страждущего. К чему весь этот сказ? Псалом 126, первый стих. «Если Господь не сосиждит дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». Этот псалом много объясняет жизни нашего общества. «Безбожие наше прежде всего отразилось на человеческой природе». «Вы – секта?» Так напрямую спросила я Игнатия. Он также прямо ответил. «Нет, мы – христиане. С чего начинается секта?» С отдельного человека. Без Толстого нет толстовцев. Без Виссариона нет его секты. То же и с Белым Братством. С Маркса начинается марксизм. С нас потеряется. Ничего не начинается. У нас сзади 1200 житий святых. С нами история и культура. Мы входим в исторический процесс. Сейчас с нами за столом Достоевский. Пушкин и Гоголь. Он читает свои стихи, навеянные Сикстинской Мадонной. Рафаэля. Она несет сокровища веков. К своей груди младенца прижимает. И он явился. Он уже готов. Все муки добровольно принимает. Она печалью скорбной наплывает. Из глубины веков на облаках. Последний шаг. Об этом кто не знает. Ступней ее не сковывает страх. В самом деле. Разве мы одни в потеряевке? Великими людьми 20-го столетия Игнатий считает Горбачева и Солженицына. Горбачева за то, что только он мог расшатать коммунистическую твердыню. Только он трехчасовыми речами мог усыпить бдительность коммунистов. Солженицын пророк. Заголовок. Лагерь Стан. С утра до ночи Игнатий в православном лагере. Слово Стан указывает на статус лагеря. Без этого ни одна надзирающая инстанция не согласилась бы с его существованием. Детей богатых в лагере нет. В основном с изломанными судьбами. Пока при мне кололся... Папка при мне кололся и бил меня. Сейчас сидит в тюрьме. Тихо, без эмоций, говорит девочка лет 7. А у меня папа с мамой умотают срок за убийство. Говорит другая. Плачет мальчик, хочет домой. Мать Светлана Кузьминична, приехавшая на побывку, уговаривает сына. Куда я возьму тебя? Зарплату не дают, холодильник пустой. Здесь хоть прокормишься. Держись за кусок хлеба. Сколько в лагере детей, точно никто не знает. Одни приезжают, другие уезжают. Есть и взрослые. Если вы, мать, и хотите пожить с ребенком, живите. Но не вмешивайтесь в устав лагеря. Назначение лагеря объявлено жестко и прямо. Научить человека безропотно переносить тяготы жизни. Встают рано. Несколько часов труда. Сверх задача лагеря дать детям великий опыт послушания. Он начинается с мелочей. К трапезе у каждого в кармане должен быть носовой платок. Девочки непременно в головных платках. Если забыл носовой платок, бежишь к дальнему тополю. Срываешь листик. Он будет временным платком. Удивительно. Но дети, обычно все забывающие, в лагере очень быстро научаются сосредоточенности. Собственный опыт послушания говорит о том же. К трапезе отношения как к алтарю. К пище не склоняются. Пищу подносят. Трапеза проходит в абсолютном молчании. Ты подаешь знаки. Нужна ли тебе добавка? Приступаешь ли ты ко второму блюду? Ты спокоен, потому что знаешь. Твой знак будет тотчас уловлен. Ты получишь то, что хочешь. Игнатий. Ребенок имеет право получить то, что он хочет. Я видел, как они льнут к канавязи. Крутятся, вертятся. Но у нее другое назначение. Я понял, что должен соорудить снаряды по типу канавязи. Видите, сколько их? В лагере нет проблемы воровства. Дети из неблагополучных семей поставлены в ситуацию. Когда искушение становится невозможным. В келью один человек не входит. Только двое. Ты ответственен за себя и другого. Искус исключен. Кстати, все, что есть на территории лагеря, все построено собственноручно. Игнатий ведет нас подземными норами. На глубине четырех метров церковь. Здесь молились взрослые и дети в небезызвестные годы. За 20 лет подземного существования лагерной церкви ни один ребенок не предал церковь и ее служителей. КГБшники лагерь всегда держали в поле зрения. Почти каждый год чьи-то руки подносили к лагерным постройкам спичку. Все полыхало синим пламенем. Лагерь уничтожался полностью. Каждый год начинали с нуля. Итак, два десятилетия. Любовь. Дети жестко делятся на тех, кто прошел школу послушания и тех, кто ее только начал. Что бы ты посоветовал своей подруге? Говорю я, старожилке лагеря. Утешь ее чем-нибудь. Она плачет, потому что худшей жизни не видела, а я уже видела все. Это трудно только поначалу. Прими правила, и ты будешь свободен. Девочке 10 лет. И это точно. Гордыня моя не знала меры. Я в платке не хожу и молчать за обедом не буду. Разгулялась моя воля вольная, но то ли причиной усердные молитвы до и после трапезы, то ли покой, царящий в потеряевском пространстве, но через три дня я действительно обнаружила в себе царство внутренней свободы, направленные на высшие смыслы. Упорядоченность бытового поведения действительно становится неким условием высвобождения духа. Так это ли? Нет. Но проблема послушания из дисциплинарной превращается в механизм перехода к трансцендентному. Есть у меня подозрение, что и дети этот переход ощущают. Потому что здесь тайный движитель всей лагерной жизни – это любовь. Да, Игнатий любит детей, любит взрослых. Они это знают. Без нее, без любви, то бишь, труд и послушание – всего лишь пустые ярлыки, но не событие. И, может быть, самое трудное дело – научиться любить. Есть еще одно принципиальное основание, на котором стоит лагерь Стан. Детям дано ощущение защищенности. Разработана система педагогических технологий, благодаря которой ребенок будет в лагере жив и здоров. Это дело взрослых – сделать жизнь ребенка не опасным. За 25 лет существования лагеря ни одного несчастного случая. А кругом глухие леса и озера. Каждую пятницу горит в лагере костер до поздней ночи. Из деревянных брусьев сооружен амфитеатр, подобие греческого. Глубоко внизу – костровое действие. По ярусам ходят дежурные, предлагают отменную печеную картошку. Нервенский староста с гитарой поют песни. Когда-то Игорь Барабаш очень любил Бориса Гребенщикова. Все еще тянет к той музыке, но я уже чувствую в Гребенщикове язычника. С трудом, но отвыкаю. Верхний ярус амфитеатра переплетен проволокой. У Игнатия был грандиозный замысел – почистить пруд и развести рыбу. Дать возможность детям жарить рыбу, подвесившую ее на проволоку. Продали немало коров, чтобы оплатить чистку пруда. Пришла бумага. Возможно, на глубине полутора метров проходит стратегически важный кабель. Это всего лишь один эпизод их бесчисленной череды мутарств, тех, кто решил быть потеряевки. Окончание в следующем номере. Общая газета, номер 36, 7-13 сентября 2000 года. Страница 10-я. Эльвира Горюхина. Новая газета, Сибирская газета. Обретение потеряевки, номер 50, 21-27 декабря 1998 года. Страница 3-я. Профессор психологии. Предприниматель Новосибирского педагогического университета. Помощник депутата Государственной думы. Щекочихина. Около пяти раз была в Чечне и у боевиков. Страница 365-я. Заголовок. Лагерь стан в Потеряевке. Подсоколовок. Межколосьев и звезд. Два дня в лагере отдыха для детей верующих. Откуда было знать мне, непоследовательному атеисту, что именно в среду Иуда Искариот замыслил продать Христа? И вот уже больше тысячи лет православные отмечают среду и пятницу. День распятия Иисуса постом. Напоминая тем самым себе о собственных прегрешениях. Поэтому возвращался я из командировки полуголодный, но зато переполненный впечатлениями. Два неполных дня я пробыл в другом мире, в непохожем на тот, к которому мы привыкли и притеплились. Тепловоз замер посреди раскаленной степи у маленького разъезда под степней. У железнодорожного полотна нас поджидала стайка босых ребятишек. Игнатий Тихонович Лапкин, пригласивший меня в эту не совсем обычную поездку, быстро и деловито распределил между нами поклажу и, пряча улыбку в окладистость старообрядческой бороде, покосился в мою сторону в каждом монастыре своей порядки. Разуемся. И первым сбросил свои кирзачи. Волей-неволей пришлось и мне расстаться с кроссовками. Километра три протопали, по полузаросшей полевой дороге, вошли в прохладу. Аромат трав и шелест в березовый колок. Вот здесь колхозные сады были, широко повел рукой Игнатий Тихонович. Сколько ягод, а яблоки какие выращивались, кулак величиной. Все пропало, все разорили. Он сокрушенно покачал головой. Больше десятка лет прошло. А мой собеседник не может ни забыть, ни простить этого совершившегося среди белого дня убийства. Была деревня Потеряевка. Был крепкий колхоз с тысячами отарами овец, конными табунами, богатейшими фруктовыми садами, пасеками. Радовались, грустили, мечтали, жили. Вдруг в чью-то светлую административную голову пришла мысль о неперспективности деревни. Мода тогда была на неперспективные хозяйства. Сегодня здесь запустение и тишина. На месте амшанников буйствует крапива. Там, где была деревенская улица, полузаросшие ямы, до шеренга стройных тополей. У Игнатия Тихоновича здесь родина. Потому каждая встреча с этой землей для него боль и радость. Не первый год ездит он сюда летом отдохнуть от суматохи городских будней. От злой их деловитости зародиться покоем полей. Теперь он наставник. Восьмиконечный православный крест, укрепленный на высоком, хрупком шесте, был виден издалека. Под крестом на ровной, чисто выметенной площадке, окруженной зарослями крапивой, разбит лагерь. Впрочем, слово это здесь не любят. Слишком уж мрачная ассоциация, но вызывает, предпочитают называть обитель станом или становищем по-библейски. Нас встретили радостными возгласами, объятиями, веселым оживлением. Кто у нас дежурит сегодня, осведомился Игнатий Тихонович, освобождаясь от поклажи. Женя смотри, ну-ка, сестры, давайте обедать. Проголодались мы за дорогу. Сестры лет 14 отряду загремели посудой. Пока накрывают на стол, Игнатий Тихонович показывает стан. Посредине высятся два высоких шалаша, покрытые как черепицей, тугими пучками травы. Внутри почти прохладный сумрак. Просторно можно спать поперек шалаша. Вокруг пять брезентовых палаток, покрытых полиэтиленовой пленкой. В надежности современные походные жилища уступают шалашам. Протекают в дождь. Поодаль устроены с сухого камыша навес для сушки лекарственных трав. Букет запахов кружит голову. Чабрет, солодка, тысячелистник, ромашка и еще что-то, чему я и назвали, не знаю. Вязанки березовых веников. Старая железная кровать приспособлена под посудный шкаф. Простые сколоченные из старых досок обеденные столы с такими же грубыми вкопанными в землю скамьями. В сторонке лабос. Поднятая над землей площадка на металлических ножках, чтобы к продуктам не добрались мыши. Чуть поодаль. Настоящая русская печь. Сложена Игнатием Тихоновичем. Все остальное, говорит он, ребята своими руками сделали. Мы вам еще баньку покажем. Огород. Тоже своих рук работа. А начинали с того, что вот здесь, на этом месте, крапиву корчевали. Специально выбрали самое неудобное, бросовое место, чтобы не мешать никому. Очистили, в божеский вид привели. А какая радость ребятишкам видеть, что от сделанного тебе и другим польза. Пора обедать. По христианскому обычаю, обитатели стана, среди которых несколько взрослых женщин, выстраиваются на молитву. Сестры по левую руку от Игнатия Тихоновича, братья по правую. Еще перед поездкой Игнатий Латкин предупредил меня, что в обители действуют несколько нехитрых правил, обязательных для всех, в том числе и для гостей. Ходить непременно босиком, для здоровья полезно и к земле поближе. Подпоясываться по православному обычаю куском веревки категорически запрещается курить. Обители стана и близко не терпят адского пламени. Получив момент, когда Игнатий Тихонович отвлекся, ко мне подошел парнишка лет 15. Подтеребив тесенку, свисевшими на ней медным крестиком, поинтересовался. Вы не курите? Я кивнул утвердительно. Случая мне астру, возрился он на меня с надеждой, пришлось ему объяснить, что уважая правила их в кавычках монастыря, я расстался с сигаретами еще перед отъездом сюда. Это его явно огорчило, так как, по его словам, дядя Игнатий нашел на стане пачку из-под сигарет и теперь учинит расследование. В кавычках расследование здесь заканчивается иногда внушением, иногда в кавычках горячими, а войской пониже спины, но чаще, как я понял, практикуется первое. И, по-моему, эффективнее. Моление окончено, рассаживаемся за столом. Во время обеда тишину нарушает лишь гудение мух. За столом речь идет либо о пище, либо о божественном, пояснил Игнатий Тихонович. В лагере живут десятка-два ребят в возрасте от трех до семнадцати лет, в основном дети священнослужителей или верующих. Трое-четверо взрослых следят за порядком, за здоровьем ребят, распределяют между ними обязанности. После обеда все занялись своими делами. Дежурные взялись за посуду, пацаны очищали от коры жерди для ограды, девчатства перебирали клубнику на варенье. А я стал свидетелем диалога в одной из палаток. Оксана и Таня, возьмите белье в корзине, пойдите постирайте. Благословите, Валентина Романовна, помогай вам Господь. Слава, что-то ты праздно бродишь, займись чем-нибудь. Да я работал уже. Ты же пересекать голос равного тебе непозволительно. Ты же пересекаешь голос старшего, да еще наставляющего тебя. Займись делом. Слава отправляется помогать братьям. Праздно шатающихся я не видел. Даже самые маленькие, пятисемилетние ребятишки не слонялись без дела. Таков здешний, в кавычках, монастырский устав. Работы хватает семь. Кроме благоустройства стана, ребята заняты сбором ягод, лекарственных трав. Подошла пора сенокоса, помогает местным жителям ворошить и сгребать сено. В свободное время чтение Библии или акафистов. Те, кто постарше, любят за полночь посидеть со взрослыми у костра, под древними скифскими звездами, отрешившись от мирского, поговорить о душе, о ее будущей вечной жизни. Не скучно тебе здесь? Спрашиваю вчерашнего восьмиклассника Димы. Он родом из Енисейска. А что делать дома, в городе? Скука это там. Заняться нечем, а от безделия уж точно и пить и курить научишься. А здесь я уже третью неделю, и ничего не надоедает. Ребята, позвал Лапкин, идем за ягодами. Заодно искупаемся. Шли степью. Игнатий Тихонович махнул рукой. Видали? Поле засеяно, а ничего не растет. Говорили же умные люди этим горе-специалистам. Нельзя здесь пахать. Солонцы не послушали. Прямо вредительство какое-то. Ведь ветром соль далеко вокруг разносит. Не стало хозяина на земле. В голосе его просеклись горестные нотки. Но может быть, все не так безысходно. Не однажды приезжало в степь районное начальство. Партийные работники, подчеркнув, что движет ими исключительно любопытство, с неподдельным интересом знакомились с жителями обители. Местная милиция предлагала помощь в случае чего. К счастью, таких случаев не было. С местными жителями, уверующих самые теплые дружеские отношения. Некоторые из них, бывают, заглядывают на стан, снабжают его обитателей картошкой, молоком. Недавно руководство хозяйства предложило Игнатию Тихоновичу взять часть совхозной земли в аренду. Хорошее дело, размышляет Игнатий Лапкин. Вот только опыт первых арендаторов не располагает к оптимизму. Будь у нас уверенность, что завтрашний день принесет определенность в отношении новых форм христианского труда, с радостью приняли бы это предложение. Хочется в это верить. Может быть, тогда и сбудется мечта миссионера Игнатия Лапкина. Я хочу, чтобы новое поколение выросло чистым, совестливым, трезвым. Воспитать это можно только страхом Божиим и трудом. Свободным трудом на свободной земле. Десятилетия тоталитаризма, круто замешанного на страхе, не прибавили нам ни трезвости, ни совестливости, ни нравственной чистоты. Что же касается свободного труда, то здесь нам, мирянам и им, верующим не просто по пути, а вместе. Черников, Фотова Лобоева, молодежь Алтая, номер 40, от 29 сентября 1989 года.